Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. По большому счету с доменом все, он работает, его нужно не забывать продлевать. Вы знаете, что делать, если захотите переехать на другой хостинг, как перенести сайт, что вам может еще понадобиться. Например, и это самое частое, завести под домен или правильнее, и вы уже знаете, что это домен третьего уровня. Вот, например, сайт хакатона Теплицы Прожектор 2021. У него вроде как свой домен, сайт выглядит как отдельный сайт, а вот прошлогодний Прожектор тоже как будто отдельный сайт. Но на самом деле Теплица не проходила всю описанную ранее процедуру. Не покупала домен, не покупала хостинг, не прописывала нейм сервера, а просто создала под домен и направила его на директорию сайта или на отдельный сайт. Ну точнее это не так просто, есть разные варианты. Ну то есть дальше уже начинается веер возможностей, которые связаны в том числе с ресурсными записями. Поэтому начнем с самого простого. Хотя и тут все, на первый взгляд, непросто. Мы указали по домену нейм сервера Beget, а значит это конечная точка, дальше за все отвечает Beget и у него, как у большинства хостинг провайдеров, дальше все меняется через панель управления. Вам не нужно ничего прописывать руками, я советую делать именно так, а не на стороне регистратора. В том числе потому, что у хостинг провайдера обычно отзывчивая техподдержка. Начнем с заведения под доменов. В административной панели нам нужны домены и под домены. Вот два домена, которые привязаны к двум сайтам. Нас интересует заказ икона. Можно сразу сюда вписать, можно нажать вот на этот плюсик. Это одно и то же. Создаем домен третьего уровня. Принято, если вы создаете под домен для сбора пожертвований, называть его Donate. То есть Donate ваш сайт точка ру. Если дело касается мероприятий, event или events. А вообще домен может быть любой. Я в данном случае создам мастер. Типа это информация о мастере, то есть исполнителе. И направляю его на сайт заказ икона точка ру. Здесь можно выбрать только сайты из вашего аккаунта. И у нас их тут два. Потом покажу, как направить домен на внешний сайт. Дальше начинаются развилки. Если у вас дорогой тариф, вы можете создать еще один сайт и направить под домен на него. Ну то есть создавая под домен, здесь выберите сайт, который создадите. Об этом я рассказывал в предыдущем уроке. У меня тариф недорогой, я могу создать только два сайта. Оба уже созданы и остается единственная возможность. Создать директорию на уже существующем сайте и направить под домен туда. Этим мы сейчас и займемся. Сейчас домен смотрит на заказ икона, значит директорию создаем на этом сайте. Директория это просто папка в корне, где лежит ваш сайт. То есть вот папка, где лежат все сайты. Нам нужен сайт заказ икона. А вот папка, где лежит этот сайт. Лежит он в папке public.html. И здесь, да, на самом деле сайта-то нет. Ну в любом случае создадим папку. Просто как обычную папку, называете как угодно, но лучше конечно, чтобы не путаться по имени под домена. И я быстро закину сюда WordPress, установлю его, чтобы было как у вас. А у вас, я надеюсь, сайт на WordPress. У меня, кстати, есть хороший курс по WordPress. Ссылка в описании. Итак, WordPress установлен. Сейчас домен и поддомен ведут в одно место. На сам сайт. Направим поддомен на директорию. Для этого возвращаемся в файловый менеджер. Теперь тут движок сайта, но папка мастер осталась. И нам нужен файл htaccess. Еще может быть htaccess.txt. Не перепутайте. Вам нужен файл без расширения. Пора в К. И вносим сюда вот такой код. Прямо можно в самый верх. Сам код я также оставлю в описании. Теперь нужно поменять запись вот таким вот образом. Здесь ваш поддомен с доменом целиком. Тут имя папки и имя поддомена. Еще раз, лучше чтобы совпадало, чтобы не запутаться. Не стирайте случайно знаки, не добавляйте лишних пробелов. Делайте прямо точно как здесь. Все. Сохраняем. И получаем при переходе на сайт мастер заказ икона ru. Ну, в общем, не получаем. Сейчас я закину какой-нибудь индекс html. Получаем переход в директорию. То есть вот сюда. А сюда уже вы можете добавлять как статичные страницы, например, индекс html. Просто оформленный, а не как у меня. Так и заливай сюда wordpress. То есть создавать второй сайт в рамках одного дискового пространства. Единственное, сейчас я гляну, как он дружит с 3w. Да, не дружит. Ведет на основной сайт. Вообще 3w это отдельная тема, но сейчас уже не актуальная. По сути это кстати тоже поддомен, но все-таки его лучше прописывать. В случае с редиректом нужно просто добавить сюда вот такую конструкцию. В описании я добавлю уже правильный код. Да, все работает. Ну и собственно коснувшись вскользь темы 3w мы вплотную приблизились к ресурсным записи. Если зайти в управление DNS и выбрать вот здесь например заказ икона, мы видим кучу каких-то цифр и букв, причем по каждому поддомену. А вот кстати тут все поддомены, которые мы добавляли. А некоторые добавились автоматически. Например пресловутый 3w. Вот собственно эти буквы и цифры это и есть ресурсные записи. А с тем что это такое мы будем разбираться уже в следующем видео.